Об этом говорили на совещании в Краснодаре. Там обсудили способы присвоения товарам наименования места их происхождения. Сейчас, чтобы назвать продукцию кубанской, достаточно лишь выпускать ее в регионе. При этом не обязательно делать товар из местного сырья. Если бизнесмен поставит фасовочную линию рядом с Новороссийском, привезет рис непонятно откуда, в порту его разгрузит. Для отличия 1% риса возьмет кубанское. А 99% будет непонятно откуда. Он уже будет писать, произведено на Кубани. Мы фасовщиков поддерживаем. Расфасовщиков, а не производителей. Притом непонятно, какой продукции, какого сырья, откуда привезенного и в каких условиях вообще выращенном. Вот таким слоем химии, политым рис или непонятно что. А мы пишем, произведено на Кубани. Мы сами убиваем изначально кубанский бренд. Мы и с краевого уровня начиная, и будем выходить на федеральный уровень в части внесения изменений, как в Гражданский кодекс, так и в подзаконы нормативные акты об установлении четких, жестких критериев. И сколько должно быть сырья произведено здесь, на Кубани, для того, чтобы он мог являться тем самым производителем, который имеет право заходить в ту или иную группу товаров. На Кубани уже составили список групп товаров, которые могут претендовать на присвоение географического наименования. Инициативу Краснодарского края поддержали в Совете Федерации. Все это позволит не только защитить местных производителей от фальсификата, но и в целом положительно скажется на имидже региона. Продукция, которую вы производите, которую мы производим в Краснодарском крае, она востребована и жителями нашего региона, но и жителями страны. А все, что востребовано, начинает подделываться недобросовестными, мягко говоря, производителями. Поэтому, конечно, сегодня мы должны защитить свою качественную продукцию и получение патента по месту происхождения товара. Сегодня необходимая мера с точки зрения защиты от недобросовестной конкуренции кубанской сельхозпродукции. Следующий шаг обязательно, чтобы по-настоящему патент в себя включал и требования к кубанскому переработчику, к кубанской продукции. В том числе, как минимум 70% в той или иной баночке должно быть сырья, который выращен или произведен на Кубани. Мы будем помогать делать сопровождение федеральных структур, чтобы проходили эти вопросы достаточно оперативно. Но от того, кто получит патент, зависит, чтобы качество он не снижал. В Краснодарском крае уже работают механизмы, которые защищают и продвигают кубанские уникальные товары. Например, выпуск вина защищенным географическим наименованием и присвоение товарного знака сделано на Кубани. Продолжение следует...